Друзья, формально мы сегодня отошли от нашего стандарта, портретные паркетные съемки, экспертов и так далее. Мы на природе с Романом Фанталисом, Антоном Басиным, моими собеседниками на тему загородных отелей и всего прочего. Ну что, спасибо за ваше время. С чего начну? Мы посреди сезона. Загородные отели, вообще история такая, наверное, сейчас на волне внутреннего туризма, трендовая, я бы сказал, в тренде. Вот расскажите, с чем это вообще едят. Корпоративный отель, московский, городской, мне понятен. То есть деловая активность, какие-то встречи, бизнесмены, поездки, майс-сегменты и все прочее. Загородные отели, особенно не какие-то там заморские, а вот наши отечественные. Вообще, что это такое, с чем едят, какова бизнес-концепция, как вообще вы все это видите, коль вы в этом работаете? Ну да, то есть будем вот говорить сейчас вот о тех, назовем их так, базы, слово базы, да, то есть вот об этих базах, которых настроили огромное количество. Движение началось там после того, как многие себе сделали квартиры, потом сделали коттеджи, потом сделали дома в Испании, и потом решили что-то сделать для страны, да, построить, я называю это усадьбы скорее, да, то есть это усадебное движение, возврат к земле, вот. Ну просто, в общем-то, построить себе какой-то большой-большой дом там и косы рядом развести, это, в общем-то, ну как-то вот, ну и что, да. То есть все хотят, чтобы это приносило денег, по крайней мере, как-то окупалось, и вот это движение там началось, да. То есть их огромное количество, я не знаю, даже вот мы их не считали, но я думаю, что их десятки тысяч в стране. Вот, все они разные, хорошие, плохие, красивые, там, интересные, там, с турпродуктом и так далее, вот. Но вот, к сожалению, то, что я видел, а я там 12 лет вот вошел в это своим отелем, то есть я вот проектировал-проектировал, начал проектировать отель, потом мне стало интересно, я туда вошел деньгами там, да, то есть, и, в общем-то, я достроил этот отель, стал его запускать, стал им управлять, стал, мне встретилось все, чем встречается, вот, если это назвать, отельеру, вот, такого регионального отельера, все мне это досталось там, и с персоналом, и с кражами, и там, и с проблемами, и с, вот, фонд адаптации пришельцев, да, то есть, вот, все, я это прошел, мне стало это еще более интересно, потом я стал делать для кого-то, там, что-то для себя, да, то есть, вот, 12 лет я этим занимаюсь, вот, но, что самое интересное, что за эти 12 лет, вот, было порядка, там, более 50 проектов, никто никогда, ну, может, в редких случаях ко мне не приходили, говорили, сделай нам отель, который нам, там, вернет деньги, все говорили, мы вот тут придумали, мы тут, вот, у нас есть участок земли, мы более-менее все понимаем, вот, нам только надо как-то наши мысли сформировать, да, то есть, по большому счету, все понятно, что мы хотим, да, там, баню, домики, какой-то ресторан, причал, лодки, там, да, нам все понятно, ну, так немножко помоги, да, то есть, вот, не знаю, то есть, вот, откуда такое всеобщее понимание народное, как это делать, ну, именно такое было бы, и, к сожалению, люди никогда обычно это все не просчитывали, да, то есть, люди никогда не считали, то ли тогда, вот, до восьмого года, когда это было вообще очень такое столпотворение, никого особо эти деньги не интересовали, и люди делали, потому что бы это досталось внукам, или себе на пенсию, или еще что-то, не знаю, но какого-то вот такого стремительного отношения к этому как бизнесу, вот, именно как бизнесу, вот, не было видно, да, сейчас там как-то со временем, да, стали появляться и те проекты, вот, до восьмого и после восьмого года, стали появляться какие-то проекты новые люди стали как-то считать деньги задавать мне кажется этот вопрос вообще а когда это вернется а будет ли это рентабельно да то есть и так далее так далее так далее ситуация немножко изменил вот но при этом мы вот получили вот вот эти тысячи этих вот объектов которые сейчас тоже возвращается в том числе и камней люди опять вот что-то пытаются сделать и мы стали искать лекарства да то есть первое но и стали искать лекарства для тех кто уже это сделал да и лекарства для тех кто это вот хочет мы стали вообще искать а это вообще может быть в этой стране то есть если такой формат там небольшого отеля да там я не знаю там до 100 номеров да там может до 150 номеров вообще этот формат может не существовать то есть может ли вы вообще когда-то окупиться прежде чем сгниет потому что принципе если 15 лет то в загородном отеле пусть 15 лет эксплуатации многие вещи надо поменять менять да то есть это опять 30 процентов навести вот и в общем потихонечку потихонечку на двух своих проектах частоту экспериментировать там когда можно только или на своих отелей или клиент находится под наркозом эту заказчику вот поэтому вот на своих отелях и спереди мы начали там что-то находить какие-то находить как мы вспомнили о такой вот советской советской забытой да такое названием как турбазы которые были при каждом вот эти треугольные домики да вот санузел на улице да то есть вот они были при каждом при каждом предприятии при каждом не при каждом заводе и они прекрасно работали было стопроцентная заполняемость на лето то есть искомых 100 дней да там в сентябре заезжали пенсионеры грибы ягоды да то есть они 120 дней отрабатывали вообще не вопрос загружены были сто процентов и потом замораживать вот потому что одну не для кого не секрет что все наши отели там если они не карпа не корпората да если это розница то все отели в розницу это зимой до пресловутый новый год на которой ну это больше пиар тема да то есть это не деньги да ну там чуть-чуть 8 марта маслица 23 февраля мы тоже движение да и все но то есть персонал кормит до привозным газом там дизелем это отапливает до дорожки эти километровые да потому что мы же любим там дома расположить на 12 гектарах да то есть и вот нам с этими вот снегоуборочными до висит персонал кормить все все лето ты съел все что ты заработал на лето все ты съел или поэтому на зиму консервирует но я в общем-то период вот спорный вопрос советское время было очень много интересного создана ну то есть вот действительно то что работало да я вот всегда когда приезжаю какие-то советские базы отдыха такие вот разрушили припяти такие вот то есть я все время наблюдаю о том я весь время интересно как он был спроектирован да вот как всем рукава снова это был главный инженер завода там бельмаш строй да то который все равно в общем-то подразумевает что он семьей тоже будет там отдыхать его директор там директорский домик да то есть чем они руководство многому очень научился в этих советских турбазостроителей хотя это не курорт проект это это проектировали сами вот так вот вручную там редко заказывали проект во время строились из того что завод производил там это же были плиты могли домик треугольный построить это как угодно но чем-то они руководствовались очень многому я естественно стал учиться в этом плане тоже вот и мне пришла в голову мысли я стал ее как-то реализовывать жизнь стоит турбаза наверно могут жить они могут жить рядом с каким-то уже комплексом уже созданным дат которым не хватает номерного фонда да то есть ну что самое главное можно отключить да то есть вот мы сейчас сделаем формат такого корпуса на 8 разделенных таких номеров с гостиной до двух местных на такую займу там хаус да то есть вот и сейчас вот мы его буквально вот зимой создали просчитали спроектировали там и вот уже вот в этот сезон мы на трех проектах причем чужих до делаем вот эти вот комплексы да потому что это 32 человека прибавки и там в цифрах прямо видно да что это окупается за три года ну то есть всем кому я это не приношу да там людям которые умеют считать не умеют читать не берут кулян потому умножают там человека дни это я говорю о 100 дней в году да я не говорю что это зимние штуки они могут работать и зима говорю только о лете да то есть мы сейчас вот из этих 30 процентов заполняемости мы сейчас ну не вылазим да то есть я вообще не верю что она может быть больше 45 50 для загородного отеля но я имею до без корпоратов да то есть вот я не верю в это чтобы там не считали не говорили я не верю в это потому что у меня есть свои проекты я вижу как они работают если брать конечно отель там 30 километров от москвы с большим бассейном со спа там да это это другая история другое заполнение друг другой чек там и так далее так далее с этим более-менее все понятно я говорю сейчас о другом аспекте тоже на получается смотри при совке у нас была все-таки какая-то сложившаяся поведенческая модель внутреннего туризма до которого мы потом после перестройки по сути потеряли до связи с вектором на запад да значит мы начали ездить там шар-мальд-шеих и прочие прочие истории да сейчас как бы получается что внутренний туризм внешний поток у нас у нас слабая экономика мы не особенно можем позволить себе как раньше да там летать по выходным в париж и так далее да плюс государство активно педалирует развитие внутреннего туризма вот как ты считаешь вот антон скажи предпосылки для вот этой возврата к поведенческой модели что наш турист москвич не москвич там рязанец неважно кто до житель мегаполиса вдруг значит куда-то на выходные не на выходные какой-то отпуск провел именно вот в загородной какой-то истории да не в заморских морях да где-то еще предпосылки сформированы и то есть это тренд чей какой возрастной группы там людей которые родились в ссср или это молодняк который который вдруг начал проявлять интерес как ты считаешь ну давай сначала разделим кто такие целевая аудитория которая едет вот в отеле в загородной в россии но первое те кто не может себе позволить принципы заграниц то есть у них там входной билет на билет на самолет это уже больше чем они могут себе позволить то есть некий эконом это о чем рома говорил вот народные базы созданы для них и у их очень много их общем-то большинство из всех отдыхающих вот и они вот являются сам целевой аудитории следующий уровень это те кто может себя теоретически позволить выехать за границу но они почему-либо не выездные например у них маленький ребенок или беременная жена до далекая дорога по каким-то причинам им не подходит и третья категория это те кто там какое-то время назад просто оказался невыездным чисто из-за решения до руководства страны люди в погонах назовем их так их тоже то в общем то больше миллиона человек да вот такая целевая аудитория есть и есть люди которые могут себе позволить поехать на границу они выездные но почему-либо почему-то они выбирают наши наши отели вот вопрос понять для первых понятно что сделать вам об этом подробно рассказал для вторых у них просто выбора нет и к сожалению их эксплуатируют те отели которые сейчас есть не предоставляя там ну это вот сервиса качество услуг разнообразие так далее как зацепить третьих как сделать так чтобы те самые вот люди которые могут себе позволить все я сейчас не говорю о там сверх богатых это их тех самых пяти процентах которые могут себе позволить не знаю 15 тысяч за номер да там с супер спа салоном обычный средний класс для чего они едут вот самое популярное наше направление турции египет это туристический продукт понятно туристический продукт вот он пляж вот он анимация детская да вот она какие-то экскурсии чем можем их изменить почему можем привлечь их так чтобы они выбрали нас наш отель они они турцию создать свой туристический продукт море как мы не хотим но если мы не говорим о сочи и сочи и крыме ну там тоже кстати короткий довольно туристический сезон вот море мы их никак не завлечем какие-то вещи такие экстремальные циклы снегоходы и веревочные парки сами по себе конечно какой-то процент и людей привлекает но не являются такими туристическими продуктами на которые приезжают мы можем либо создавать какие-то узконаправленные отели для специализированные спортивные отеля да зачем человек куда-то ехать если вот здесь вот собирается его команда вот здесь есть вся инфраструктура там футбольный отель до раздевалки есть поля есть вот как по нижней новгородом есть такой отель чисто вот футболь на идеально вот или какое-то специализирование специализации по виду отдыха рыболовные базы до охотничьи базы астраханские северные какие угодно тоже не не ехать вот этот сервис развиваем либо мы создаем какой-то невероятный продукт который своей своим количеством разнообразных услуг на все возраста на все категории на все увлечения может привлечь вот всю семью сегодня мы для мамы завтра поля папы за послезавтра для всей семьи то есть некие такие большие парки фан-парки развлекательные парки где есть невероятно большой набор может быть там даже разные виды гостиниц трешечка пятерочка стоит домики стоят да но самое главное что искусственно создается туристический продукт это немалые инвестиции а конечно же но и там денег даже больше зарабатывается скорее на вот этих развлекательной тематике чем на на отельной составляющей вообще в загородных отелях в принципе fnb фуртен-беверидж питание напитки приносит до 100 150 процентов от того выручки который приносит номера вот а здесь а развлечение как правило приносит 20 процентов в этих парках это развлечение приносит столько сколько номера это и и панда парки эти веревочные это и какие-то экофермы контактные зоопарки большие парки с скульптурами всевозможным для прогулок где человек моя семья проводит не обязательно даже с ночевкой а просто весь день может провести два раза проголодаться один-два раза сходить в бар оставить там этих денег может быть даже остаться на ночевку или даже поселиться здесь на неделю если им там далеко ехали решили там отпуск провести если говорить о типовом спросе на загородный отдых да вот роман как ты его видишь да ну условно что человеку нужно соответственно при проектировании что нужно учитывать да то есть вот пошагово если так пройтись да если мы не говорим как ты выразился что это на уикенд люди синячить приехали да если это мы говорим все таки такой культурный отдых до семейный там может быть не только семейный там какой-то тематический да то есть вот а чего люди хотят да и что нужно учитывать при проектировании вот типового загородного отеля но у нас в общем то мы пропагандируем семейный отдых с детьми в первую очередь поэтому я как бы создавать чего-либо первую очередь думаю ребенка это все хочет ребенок это вот в главе угла да то есть понятно что там на любом участке есть какая-то сутравая площадка где надо поставить эту пресловутую веранду с рестораном где будет очень с утра здорово там до пить кофе надо рассчитать как там солнышко пойдет да то есть но мне надо поставить так чтобы вот дети которые быстро убегают завтрака да где-то на глазах оставали родители это вот первое то есть у меня так не получается я переношу ресторан и очень то все все движется вокруг детей потому что ну уговорить женщину поехать подмосковные отеля не поехать куда-то в испанию да то есть но какой то вот такой вот обмен до с пор очень сложно поэтому если будут скакать ребенок вокруг мамы и папы и кричать что надо ехать вот туда вот туда вот куда вот туда потому что там здорово да и люди поет туда семья поедет туда про что маме будет спокойно что ребенок очень хорошо проведет эту неделю ли там выходные дату с него будет очень много развлечений причем таких развлечений которые не дают в египте да то есть в египте нет там ловли уклейки утренние да там нельзя пойти там я не знаю в домик на дереве да там с пацанами там нельзя на велосипеде куда-нибудь там на ферму удрать котятам да там поиграть с кроликами вот или там с дядей петев поход куда-то отправить не туда они хотят да то есть может быть это даже интереснее чем вот англоязычный такой аниматор с ростова-на-дону да может быть интереснее вот что тут они такого вот хулиганского хотят да по крайней мере они этого нигде не видят уже не по дворах не у бабушки в коттеджном поселке нигде отчета хотя да и вот по моей практике да вот у нас был один там проект под москвой так достаточно большой для семейного отдыха вот и первый раз к не подошли несколько родителей вернее не скажу первый раз ребенок оставил до ipad ребенок не играл в игры ребенок не сидел в интернете да он увлекся там радиоуправляемыми танками да то есть вот в натуре да то есть он реально там залез на эти деревянные дома и они там на дерево они там провели полдня да то есть они играли в нерв причем мы в нерв разрешили играть во всем отеле да то есть весь отель был значит под нерв что да а родители спокойно в них и летали эти пульки родители совершенно спокойно сидели там выпивали там кто чего кофе кто виновку водку и при этом были счастливы дети были заняты дети были счастливы они подбегали с какими-то там подделками еще с чем-то да то есть дети были вот и естественно эти дети да вот они сказали что мы хотим опять туда нам было там здорово нам давали там полную свободу да нам там не рассказывали что нельзя бегать по газонам эти на этом проекте мы не сажали газону посадили там кукурузу пшеницу овес да потому что ну в общем то ее не надо стричь вот этого сумма нет там по утрам во вторых очень многим было интересно как это выглядит вот пшеница да там были обез и в общем то это интересно так ландшафтно получалось все там на разном уровне да то есть детям это было интересно да и так далее поэтому что либо проектировали дело мы сначала вот обрабатываем все что мы можем там сделать для детей там продумывая пляж лягушатник какой-то бассейн да то есть это потом уже думаем о мамах мы очень много думаем о мамах то что это второй человек который подтверждает поездку да мы едем туда да вот в объект н мы едем это мама папам обычно молчу надо папам и так везде хорошо если мама и ребенок доволен да то есть папа уже вот он хорошо сегодня там есть какая-то рыбалка хорошая баня там кружка пиво какой-нибудь замысловатый арбалет там это замечательно да но ему в принципе там отоспаться отдохнуть чтобы маме все нравилось ребенку все траве мы даже вот в этом формате бани делаем женские и мужские до чтобы вот ни у кого даже подозрения не было что это баня может иметь еще какой-то формат да потому что ну женщины они как-то к этому формат очень напряженность да и вот там взять дочерей пойти в женскую баню это понятный и понятно что женская баня на все такая вот вкусная мягкая там со всеми чаями медами да то есть а это вот брутальная мужская да то есть даже то есть мы даже вот этот формат поддерживаем такой принципе когда мы показываем какие-то свои проекты до запускаем их они идут и люди приезжают они в общем так они не нравится этот формат им нравится этот формат в россии они готовы приезжать именно в россию за этим форматом то есть они этого формата где-то может быть не видели да потому что там такой формат он часто с корпоративным каким-то форматом вместе связано это разные вещи мы делаем вот именно семейные такие вещи они влияем именно этот формат когда делаем что-то проекты